Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Кто организовал нападение на популярный маркетплейс? Развиваем отечественные. Казахстан выходит на самообеспечение в сфере машиностроения. По итогам пяти месяцев у нас снижение импорта наблюдается в машиностроительной отрасли на 21%. Сможет ли наша страна полностью отказаться от импортных составляющих? Рабочий погиб на шахте в Актюбинской области. ЧП произошло на обогатительной фабрике медной компании. Во время работ на отрабельщика шахты обвалилась руда. 32-летний мужчина погиб на месте. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить в специально созданной комиссии. В ее состав вошли специалисты управления по инспекции труда и представители Актюбинской медной компании. Как сообщил работодатель, в семье погибшего будет оказана материальная помощь. Проводится специальное расследование при председательстве государственного инспектора труда с участием работодателя и представителя работников. Согласно пункту 4 ст. 88 Трудового кодекса Республики Казахстан. Результат специального расследования, несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, со смертельным исходом, оформляется актом специального расследования, где будет определена степень вины работодателя и работника. Острый дефицит кадров наблюдается на Уральской ТЭЦ. На предприятии не хватает токарей, электрослесарей, тепловых сетей и сварщиков. Доля персонала до 40 лет в последние годы значительно сократилась, говорят работодатели. Помимо этого, в последние годы на ТЭЦ наблюдается большая текучка специалистов. Как выяснилось, причина в оплате труда. Средняя зарплата энергетиков самая низкая в сфере промышленности. Персонал даже вынужден совмещать обязанности. К слову, именно по причине финансовой непривлекательности студенты не выбирают специальности энергетической отрасли при поступлении в колледжи и вузы, рассказывает в компании ЖАЭХ Теплоэнерго. Дефицит специалистов у нас остается. Дефицит то, что именно с лесаря и сварщиков у нас проблемы в этом. Потому что сейчас многие смотрят на зарплату. Зарплата у нас, конечно, немножко низковатая. Поэтому молодежь нам не хочет приходить. Стараемся удерживать наших своих работников. Где-то премьер, где-то все условия делать, чтобы удержать работников. Из-за имеющихся проблем подготовка к отопительному сезону в этом году прошла сложная дели цена предприятий. Весомую помощь оказали старые опытные кадры. Сегодня ТЭЦ готова к зиме на 95%. Отмечу, что уральская ТЭЦ вот уже 60 лет работает в режиме высокой ответственности. От качества работы тепловиков зависит социальный благополучие населения. Тепловой энергией предприятия снабжают около 2000 объектов, включая свыше 1000 жилых домов, 40 детских садов, а также учебные заведения и учреждения здравоохранения. Мы продолжаем выпуск. Далее о новостях в мире расскажет Дельнас Насекенова. Добрый вечер. Самые свежие новости в мире. Ближайшие пару минут расскажу я, Дельнас Насекенова. Израиль начал новый этап войны против ливанского движения ХСБУЛА. Об этом заявил министр обороны страны Йов Галланд. Так, израильские военные самолеты уже нанесли интенсивные удары по Южному Ливану. Они выпустили десятки бомб. Сообщения о жертвах пока не поступало. Напомню, конфликт начался из-за того, что на днях по всему Ливану произошли взрывы пейджеров, которыми пользуются члены ХСБУЛЫ. В результате пострадали около 3000 человек. 37 погибли. Организация возложила ответственность за это на Израиль. Однако израильские власти сообщения о взрывах не комментируют. Это новая фаза войны. Она включает в себя как возможности, так и значительные риски. ХСБУЛА чувствует, что ее преследует, и последовательность военных и оборонительных действий будет продолжаться. Наша цель – обеспечить безопасное возвращение северных общин Израиля в свои дома. С течением времени ХСБУЛА будет платить все большую цену. Шестерых человек задержали и взяли под стражу по делу о нападении на головной офис Вайлберес в центре Москвы. Об этом рассказал басманный суд российской столицы. Напомню, на днях в стенах популярного маркетплейса произошла стрельба. В результате погибли два человека. Это охранники офиса. Еще семь получили ранения. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что захватить офисы компании пытался ее экс-супруг. Его правоохранители задержали днем ранее. Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? А в Амазонке массово погибают дельфины. Река пересыхает в результате самой сильной засухи за всю историю наблюдений. Исследователи находят мертвых млекопитающих чуть ли не каждый день. По их словам, страдают не только редкие виды дельфинов. Прибрежные сообщества по всей Амазонии также оказались на мели. Их плавучие дома теперь стоят на твердой земле. На прошлой неделе мы находили в среднем по одному животному в день. Как температура достигает пика, мы уже зафиксировали 38 градусов. Таким образом, уже сейчас наблюдается значительное изменение температуры на 9 градусов по Цельсию за 12 часов. Что является очень резким изменением. Так что это уже тревожный знак. Особенно, если это повторяется несколько дней подряд. А в Европе все наоборот. Там продолжают бороться с последствиями разрушительного наводнения. В Италии реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы порядка тысячи человек. А в Чехии под угрозой затопления оказались новые районы. Напомню, весной этого года стихия нанесла огромный ущерб и казахстанцам. Половодья оставила тысячи казахстанских семей без крыши над головой. Однако компенсацию за ремонт и восстановление жилья получили около 9 тысяч семей на 48 миллиардов тенге. Около 5 тысяч семей уже заселились в новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. А в Мумбаи наблюдается настоящий телефонный безумие. Любители продукции Apple более 20 часов простояли в очереди за новым iPhone 16. Сегодня, в день его коммерческого выпуска в стране, они вошли наконец-то в магазин. Один из нетерпеливых покупателей, Уджавал Шах, рассказал, что простоял в очереди 21 час, чтобы оказаться в магазине первым. Я простоял в очереди 21 час. Я пришел еще вчера и с тех пор нахожусь здесь. Я буду первым человеком, который войдет в магазин в 8 утра. На сегодня у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Продолжение следует... Премьер-министра также проинформировали о строительстве гибридной электростанции в Жан-Аузене. Бегтенов отметил важное сочетание экономической стабильности с экологической устойчивостью. И подчеркнул необходимость дальнейшего развития энергетической инфраструктуры с прицелом на декарбонизацию и нулевые выбросы. Так как эта энергия является нестабильной, зависит от погодных условий, мы должны для обеспечения экономики развивать другие направления. Мы строим газовую генерацию для регулирования и маневрирования. Проявили соответствующие аукционы. Мы модернизируем угольные станции, но для развития экономики, для ее обеспечения, для таких крупных промышленных предприятий, которые мы посетили, нам необходима стабильная базовая генерация, которой мы считаем является атомной энергетикой. Мы добываем уран, мы его перерабатываем, мы делаем соответствующее топливо. Поэтому для обеспечения будущего развития экономики, строительство атомной энергетики очень важно для Казахстана. 21 сентября отмечается Международный день мира. Напомню, праздник был учрежден ООН в 1981 году. Это дата своего рода символ мира и стабильности на планете. Казахстан, к слову, относится к тем государствам, кто является сторонником мирных действий при решении любых вопросов. Как говорят эксперты, доказательством этого является членство нашей страны во многих международных организациях. Кроме того, Казахстан не раз выступал посредником в регулировании конфликтов. Дана Ермак продолжит. Казахстан твердо придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Главными задачами остаются укрепление суверенитета и независимости государства, защита прав граждан за рубежом, продвижение национальных интересов, привлечение инвестиций в экономику. Именно так в своем послании Касамжумар Тукаев обозначил позицию нашей страны на мировой арене. Казахстан, по его словам, играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности и убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с уставом ООН. А и членство Казахстана во многих международных организациях показывает вносимый вклад в мирное развитие. Казахстан с момента обретения независимости придает большое значение мирному развитию своей внешней политики и укреплению партнерства в духе дружбы. В этой связи в рамках ООН, а также членство в других международных организациях предполагает развитие партнерства в дружественных и мирных целях. Членство Казахстана практически во всех азиатских, европейских и международных организациях способствует укреплению этого направления. К слову, Казахстан принимает усилия и ставит приоритет не только во внешней политике, но и особо уделяет внимание внутренней. На сегодняшний день в стране проживают представители более 120 национальностей. Отзывчивость, умение поддерживать друг друга. Это и есть основные секреты, которые дают жить в мире с согласием гражданам нашей страны под одним общим домом, говорит Дмитрий Останкович. Композитор возглавляет Белорусский культурный центр. Он рассказывает, что для многих Казахстан является второй родиной. А еще важнейшую роль в этом играет Ассамблея народа Казахстана. В силу разных исторических событий в Казахстан съезжались очень много представителей различных национальностей. И Казахстан принимал их. Тут они нашли вторую родину, обрели семью. У нас есть мощный институт поддержки мира. Единственное в нашей стране называется Ассамблея народа Казахстана. Я член Ассамблея народа Казахстана. И для меня это одна из важных организаций в нашей стране. Потому что она и днем, и ночью занимается именно делом укрепления мира и единства в нашей стране. Отмечу каждый год 21 сентября по всему миру отмечается Международный день мира. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Международный день мира всегда служил поводом прекращения боевых действий и установления перемирия. Это дата своего рода символ глобальной солидарности и для построения миролюбивого и устойчивого мира. Тем временем в Казахстане активно идет уборочная кампания. Как рассказали на предприятиях Акмолинской области, в этом году в регионе высокий урожай. Местами до 30 центнеров с гектаром. И этому, по словам аграриев, способствовала хорошая погода. Минувшим летом достаточное количество влаги и солнца. На полях побывал и мой коллега Бигжигат Серикпай. ТО «Зеренда-Остык» в Акмолинской области рассказали о ходе уборочной кампании. По их словам, предприятие ежегодно увеличивает объемы производства, улучшая технологические процессы и внедряя современные методы возделывания зерновых. Несмотря на непростые климатические условия, коллектив показывает высокие результаты. На полях собрано уже более половины запланированного урожая. Общая пассивная площадь у нас порядка 34 тысяч гектар. На сегодня это самое крупное хозяйство Зелендинского района. Полный парк автомобильной техники, как видите, которая на поле присутствует. По части оснащенности вопросов нет. Третий год ТО «Зеренда-Остык» работает с инвестором, с новым инвестором, с зерновой консорциумом Казахстана. В общем, у нас корпоративные интересы. Работаем по договору о деловом сотрудничестве. Вот это сотрудничество нас абсолютно удовлетворяет. Мы в полной мере получаем все необходимое. На огромных просторах Зеренды сейчас рабочая атмосфера. На местных полях активно работают тракторы и комбайны. Но сейчас, как говорят аграрии, уборочный процесс зависит не только от техники, но и от погоды. К слову, урожай в этом году на местных угодьях высокий. Местами до 30 центнеров с гектара. Ну, урожайность больше 25. В этом году, вот сейчас, в данный момент идет 30 центнеров с гектара. Погода, сами видите, какая благоволит, дожди были. Урожай хороший. Поэтому сейчас погода стоит. Стараемся убирать допоздна. Постараемся завершить и убрать весь хлеб с полей. В целом же, как говорят фермеры, благодаря современному оборудованию, благоприятным погодным условиям и помощи государства, предприятиям удается не только поддерживать, но и наращивать свои позиции на рынке зерновых культур. Казахстан выходит на самообеспечение в таких отраслях, как машиностроение, производство кабелей, аккумуляторов и бумажных изделий. Об этом рассказали в Казахстанском центре индустрии и экспорта. По данным специалистов, в целом, перечень товарных позиций в обрабатывающей промышленности увеличился почти в три раза. А между крупными предприятиями горно-металлургического комплекса замечен рост заключенных контрактов на 122 миллиарда тенге. Тему продолжит Мадзиар Тельманов. В своем послании глава государства Касымжом Артукаев немало говорил о развитии отечественного производства. Так он поручил предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Причем, по его словам, важно максимально использовать отечественное сырье. Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов в приоритете освоения высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства. На данный момент в Астане действуют две специальные экономические зоны. К примеру, на территории СС Астана Технополис функционирует три проекта на сумму 23,3 миллиарда тенге. И зона ожидает еще семь проектов. В целом, это большая палитра производств. От строительных и швейных до фармакологических и кабельных заводов. Мы находимся на территории индустриального парка номер один, свободной экономической зоны Астана Новый Город. В данный момент мы на заводе электровозов, который является единственным производителем электровозов на Западной и Центральной Азии и Кавказе. Завод по сборке электровозов – представитель тяжелого машиностроения. За 2023 год ими произведено 40 электровозов на сумму 104,5 миллиарда тенге. Любопытно, что на предприятии трудится немало женщин. Причем им здесь доверяют самую непростую работу с кабелями. Ранее электровоззавод отправил в Азербайджан 40 грузовых локомотивов. У нас производительность 100 секций локомотивов в год. Конечно, мы можем и больше делать, но на данный момент это цифра, которая отвечает требованиям нашего заказчика. В то же время мы можем одновременно выйти на международный рынок. Если, к примеру, другие страны попросят производить наши локомотивы KZ-4 и KZ-8 грузовые и пассажирские, конечно, мы можем отвечать их требованиям тоже. Потенциал у нас большой. Также мы посетили единственный европейский бренд на территории СНГ по производству и выпуску грузовых машин и коммунальной техники. По словам директора завода, сборка грузовика начинается с шасси. Далее с ним проводят металлообрабатывающие процедуры и вводят отечественные комплектующие. Слева от меня вы можете наблюдать металлические листы или листовой прокат, как это называют профессионалы, между прочим, казахстанского производства. Эти листы потом вырезаются на станках и из них собираются различные заготовки, как, например, листовой борт или ребра жесткости, как это называют рабочие. Далее это все собирается в одну большую надстройку уже почти готового грузового авто. Директор завода Максим Сламинский также уверяет, что при необходимости они готовы выходить на масштабный экспорт. Экспортный потенциал, конечно, есть. У нас до известных событий у нас был опыт продажи, уже даже готовые продажи были на российский рынок. То есть наши машины есть в Подмосковье, в Хабаровске, в Липецке. Мы представлены во всех регионах республики Казахстан, абсолютно во всех. Также прорабатываем проекты поставки нашей техники на Закавказе, на Кавказ и в страны Центральной Азии. По информации Казахстанского центра индустрии и экспорта, за последние пять месяцев удалось существенно снизить импорт во многих производственных отраслях. По импортозамещению очень большая работа тоже проводится со стороны правительства, а также со стороны крупных субъектов недропользования. По итогам пяти месяцев у нас снижение импорта наблюдается в машиностроительной отрасли на 21%. Импорт аккумуляторов снизился на 31% по итогам пяти месяцев. По электрокабельным продукциям снижение наблюдается на 14%, по металлическим изделиям на 4%, а также идет снижение по производству бумажных изделий. Раньше был перечень по направлениям обработки промышленного по линии Министерства промышленности, это где-то порядка 1800 товарных позиций. На текущий момент этот перечень увеличился до 4200. Айдар Кожахметов утверждает, что с каждым годом Казахстан выходит на новый уровень самообеспечения. И здесь немало успехов достиг горно-металлургический комплекс. По его данным, за 7 месяцев текущего года в этой сфере заключились выше сотни контрактов на 122 миллиарда тенге, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мадиар Тельманов, Баглан Жангозин, Астана Таймс. Число сторонников строительства АЭС в Казахстане выросло. Таковы данные соцопроса проведенного НИИ Института демократии. По его результатам, 38,6% участников положительно относятся к этой инициативе. Еще 21,6% высказали скорее положительно. Итого 60,2%. В прошлый раз этот общий показатель составлял примерно 53%. По данным аналитиков, за последний месяц было опрошено 8 тысяч граждан. В то же время почти 25% опрошенных выступают против строительства АЭС, опасаясь негативного воздействия на здоровье и экологию. На вопрос о том, какую информацию о планируемой атомной электростанции они хотели бы получить в первую очередь, почти половина ответили, что это влияние на здоровье населения. 43% отметили влияние на окружающую среду. Еще 23% респондентов выбрали вариант ответа меры по предотвращению аварий и чрезвычайных ситуаций. В целом число сторонников идеи строительства АЭС выросло на 7,1%. Народный штаб по строительству АЭС прибыл в Кзларду. Здесь активисты встретились с сообществом матерей, аксакалами, сельскими жителями и трудовыми коллективами. Члены народного штаба обсудили с кзлардинцами мировые тренды развития атомной энергетики, рассказали о работе по развитию мирного атома в нашей стране, ответили на вопросы участников встречи. Особо была подчеркнута важность участия каждого жителя страны в предстоящем референдуме. Это укрепляет диалог в обществе и повышает политическую культуру граждан, отметили активисты. Вопрос, который сейчас мы рассматриваем члены народного штаба в регионах, это предстоящий референдум, который состоит 6 октября. Вопрос один в отношении народа Казахстана к вопросу строительства атомной электростанции. Вопрос очень серьезнейший. Поэтому, когда было принято решение уже о дате проведения, мы все общественные и политические силы Республики Казахстан собрались вместе и приняли такое решение, что это вопрос общенациональный. Он не может делиться на какие-то политические и общественные пристрастия. Он касается всех и каждого. Информационные буклеты о предстоящем референдуме раздали жителям Усть-Каменогорска. Акция прошла в торгово-развлекательных центрах и на улицах города. Активисты также провели разъяснительную работу о строительстве АЭС и отметили, что при возведении атомной электростанции будет осуществляться строгий контроль со стороны независимых международных организаций. Создание новых рабочих мест, развитие высоких технологий в стране, обеспечение стабильных и доступных тарифов на электроэнергию позитивно воспринимается населением, говорят активисты партии АМНАТ. Работа активно проводится в торговых центрах, в торговых домах. Очень радует то, что население с интересом обращает внимание на данный вопрос и активно говорят свои мнения. Буклеты с информацией об АЭС раздали и посетителям торгово-развлекательных центров Кустаная. Горожанам также разъяснили информацию по предстоящему референдуму. Подобные акции от двери к двери проводятся и в жилых домах, на улицах города и в парках. Активисты расклеивают информационные плакаты в специально обозначенных местах и остановках. У нас по области 190 активистов, то есть в каждом районе, в каждом селе будет проводиться эта работа. И самая главная цель этих всех проводивших мероприятий – это информирование населения о строительстве АЭС. Ответы наши члены штаба участвуют во всех мероприятиях. Они проводят именно разъяснения, если у людей есть вопросы при раздаче, например, этих самых же рефлетов. Наши члены штаба проходили специальное обучение и они могут населению разъяснить, ответить на вопросы, которые их интересуют. Вопрос по строительству АЭС казахстанцы должны решить на референдуме. Об этом сегодня депутаты Мажелеса парламента говорили на встрече с трудовым коллективом завода по изготовлению бытовой техники в Карагандинской области. Встреча прошла на территории индустриальной зоны Сарань, где открыты и работают несколько новых производств. Вопрос потребления электроэнергии для многих из них очень актуальный. Народные избранники рассказали об экономическом развитии страны и дефиците энергии. Отмечая при этом, что каждый казахстанец имеет право на свое мнение по строительству атомной электростанции. И выразить его люди смогут 6 октября. Сейчас, на данный момент, уран играет большую роль именно в энергетике. Это первое. Второе, вы знаете, что у нас энергодефицит идет, особенно в южной части Казахстана. Большую часть энергии мы импортируем с соседних государств, к сожалению, опять. И для того, чтобы этот энергодефицит сократить, мы не сможем лишить весь энергодефицит, но хотя бы какую-то часть, чтобы сократить, мы должны научиться вообще строить АЭС. В рамках народного штаба мы организовываем встречу. Самая главная наша цель – это призвать граждан участвовать в политических процессах, чтобы, знаете, такое понятие «сообщественный контроль», чтобы люди чувствовали, что они вовлечены во все вот такие большие процессы изменения именно в государстве. Ядерная энергетика – стабильный источник энергии по сравнению с возобновляемыми источниками, считает вице-президент китайского СННС Чао Ган. По его словам, ВИА не всегда может бесперебойно поставлять энергию на рынок, поскольку иногда это зависит от природных факторов. К тому же, учитывая изменения климата, последствия которого ощущаются по всему миру, говорить о стабильности не приходится, считает эксперт. Китай же, со своей стороны, мог бы помочь Казахстану с ядерной энергетикой, говорит мистер Ган. Опыта в этом у Поднебесной не занимать. Сейчас в Китае действует 57 атомных электростанций, и 47 находятся на стадии строительства. Еще одним решением изменения климата являются возобновляемые источники энергии. К сожалению, ВИА не является стабильным источником энергии, тогда как ядерная энергетика – именно стабильный источник. Но ядерная энергетика в течение дня может предоставить большой объем энергии. Идеальным решением была бы комбинация ВИА и ядерной энергетики. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны, с озвученным в послании главой государства мнением согласные жители Североказахстанской области. Положительным примером высоких темпов озеленения Касымжимар Тукаев назвал лесной резерват семьи Орманы. Данный проект необходимо масштабировать и в других лесных регионах республики, отметила. В Североказахстанской области площадь лесов составляет 550 тысяч гектаров. Для их увеличения в регионе действует комплексный план увеличения объемов воспроизводства леса до 2027 года. За это время запланировано посадить 122 миллиона саженцев различных пород на площади 20 тысяч гектаров. У нас уже высажено на территории лесного фонда более 28 миллионов штук саженцев. В текущем году, в весенний период, уже проведена определенная работа. Мы высадили почти 9 миллионов саженцев сосны и березы на площади 1408 гектаров. В осенний период данная работа будет продолжена. Мы проводим укрепление материально-технической базы, приобрели для механизации работ 36 лесопосадочных машин, провели обследование земель на лесопригодность, то есть для определения породы, которую мы можем высадить. А также для развития питомнического хозяйства приобретены различные оборудования и инвентарь. Экологическая акция «Таза Казахстан» продолжилась в Альфа-Арабийском районе Шимкента. В рамках мероприятия очищен от мусора берег реки Бадам. В акции приняли участие представители и активисты молодежного крылажа «Старухэм», Совета ветеранов и ряда общественных объединений. Всего более 100 человек. Помимо уборки территории, активисты покрасили скамейки вдоль реки. Отмечу с начала старта экоакции. На территории мегаполиса собрано более 20 тонн мусора. Главное, чтобы работа здесь была тщательной. После каждой уборки собирается и вывозится достаточное количество мусора. Через несколько дней или неделю мы придем сюда вновь. Проверим берег на чистоту. Надеюсь, его не будет много. Мы консультируемся с администрацией в наиболее загрязненных местах и приступаем к уборке. Цель экологической акции – призвать молодежь, граждан к патриотическим чувствам и к сохранению чистоты города. Выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова